Живая Что было бы, если они не воевали в тот момент, и мы проиграли в войне? Совсем бы другое было. И вот когда ты их видишь, от чего они воевали, и они видят нас, что мы помним их, что мы чтим память этому. Чувствуешь даже гордость. Мне кажется, это очень важно, говорить именно об этом. Говорить семье, говорить о каких-то иных местах. Но что касается моей семьи, мы действительно говорим об этом. Говорим, в частности, чтобы брат мой младший понял. Наши бабушки, дедушки, наши прабабушки, прадедушки, вообще люди, которые погибали ради того, чтобы жили мы. Папа у меня был участником Великой Отечественной войны. И самое интересное, что, может быть, сегодняшнему поколению это покажется где-то смешным, а может быть, это покажется не совсем серьезным, а может быть, даже и безрассудным. Но он написал записку, что я ушел на фронт защищать Родину. Ему было тогда 15 лет. И я хочу сказать, у меня мама прожила долго, но она не могла смотреть фильмы про войну. Она сразу начинала плакать. И у меня к войне такое же отношение. Я вот слышала Куджавинскую песню, да, «Хвойна» что-то сделала. И я как будто там с ними, да, я вот провожаю. Они нас защищали, мы сейчас живем. В моей семье говорят о войне, потому что многие мои родственники, мои бабушки, дедушки участвовали в то время в этой войне. По моим дедушке и прадедушке написана книга «Волга в огне», потому что в тот период они на ледоколе спасли очень большое количество людей. Если бы наша игра в войне шестом, то нас бы сейчас и не было, и не было всего мира. Он погиб, и она его ждала. Дело в том, что он пропал без вести. И вот с 32 лет она могла бы выйти замуж, но они вышли замуж. Это была бы на ней единственная любовь, единственная мужчина, отец его детей. Поэтому как бы в нашей семье этот день особо, особо как бы имеет такое великое значение. И как-то все время в этот день хочется плакать. Бабушка рассказывала об этом очень часто, что люди голодали. не было одежды, не было, то, что у людей денег не было. Везде были фашисты. Ну, она рассказывала, что были очень страшные времена. Рассказывала бабушка о том, как сожгли всех ее близких. Заперли в сарае, сожгли вместе с детьми. И, конечно, для меня, для нашего поколения, наверное, такая тема, о которой без слез я говорить не могу. Я думаю не о самой войне, а о каких-то действиях, о сражениях, о людях, которые воевали. И не только воевали в боях. Я все время восхищаюсь ими. Как это не потерять жизненной силы и как не сдаться просто от того, что происходит. И вообще я в этом состоянии постоянно нахожусь. Постоянно мне очень гордо думать. У меня все время, ну, я горд за дедушек, бабушек, вообще за людей, которые и погибли, и которые сейчас еще живы. Как я могу еще отдать то, что дали мне? Наш почетный караул – одно из таких вот мест, где я могу, действительно могу своими силами как-то отдать. Многие из нас родились спустя много лет после окончания войны. Мы не слышали пулеметных автоматных очередей. На наших руках не умирали от голода мать и сестра. Мы не получали похоронок. Но когда мы смотрим видеохроники, слышим воспоминания ветеранов о войне, видим их глаза полные слез. Наши сердца наполняют чувство невысполнимых потерь и гордости за людей, победивших в этой страшной войне. Одни в пустой квартире, их матери не спят, друзьям не встать по кругу. Без них идет кино, девчонки, их подруги, все замужем давно. В полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с малой броней и Витька с маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережка с малой броней и Витька с маховой. Сережка с малой броней и Витька с маховой. Субтитры создавал DimaTorzok